Поправки к проекту бюджета на ближайшие три года рассмотрели в окружном собрании депутатов. В соответствии с законом округа о бюджетном процессе, предметом второго чтения по проекту региональной казны являются текстовые части поправки. Ольга Русл продолжит. Поправки подготовлены с учетом рекомендаций депутатских слушаний, которые состоялись 18 ноября 2020 года. Также предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на финансирование отдельных расходных обязательств Ненецкого автономного округа, не учтенных в проекте окружного бюджета в полном объеме за счет перераспределения средств. Общий объем доходов и расходов окружного бюджета на 2021 год сокращается на сумму 203,7 млн. рублей за счет снижения безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию ЖКХ. С учетом поправок, объем доходов составит 19,89 млрд. рублей, объем расходов 22,14 млрд. Дефицит окружного бюджета на 2021 год остается без изменений и составит в 2021 году 2,25 млрд. рублей. Мы сейчас рассматриваем только текстовые изменения в текстовой части, а также поправки, которые поступили после слушаний публичных и депутатских. Были приняты рекомендации, и эти рекомендации были учтены в поправках губернатора. Практически все поправки, все рекомендации у нас учтены. С учетом рекомендаций депутатов увеличен объем бюджетных ассигнований на возмещение затрат по доставке продовольственных товаров в поселок Андерма, на острова Колгуев и Вайгачи в другие сельские населенные пункты. В следующем году будут проиндексированы выплаты лицам больным сахарным диабетом или онкологическими заболеваниями, а также донорам крови. По предложению депутатов уменьшено бюджетное ассигнование на 2021 год, предусмотренное на содержание органов государственной власти округа. В размере 143 миллиона рублей добавлено средства в размере 10,8 миллионов рублей на оказание экстренной медицинской помощи гражданам с применением авиации. Почти 39 миллионов рублей направят на подготовку земельных участков в районе улицы Авиаторов для многодетных семей. Предложено направить дополнительно 52,8 миллионов рублей на субсидии по перевозке пассажиров и багажа воздушным и водным транспортом. Что касается поправок в бюджет 2020 года, то на 2 миллиарда увеличится доходная часть. В связи с этим мы смогли закрыть задолженности по департаменту образования. Это там в основном ресурсоснабжающие предприятия на 167 миллионов. Затем по департаменту АПК закрыли большую сумму, когда проходили у нас депутатские слушания. Поступало предложение от Ижимского оленеводства для того, чтобы им предоставили субсидию на оборудование. Им предоставили практически 10 миллионов на оборудование, на закупку оборудования. Затем предоставили 13 миллионов на субсидию по молоку. Кроме того, выделены средства на субсидию по оленеводству. Закрыта задолженность департамента здравоохранения перед Нарьинмарским объединенным авиаотрядом. Таким образом, в 2020 году будет погашена вся кредиторская задолженность. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север.